Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет мы вместе с вами рассматриваем Евангелие от Марка и читаем 11 главу. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников Своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Вот мы приблизились к событиям уже фактически Страстной Седмицы, и пред нами вход Господень в Иерусалим. И для того, чтобы войти в Иерусалим, нужно было воссесть на ослика, потому что таково было древнее пророчество «Си царь твой грядет тебе, кроткий, сидя на молодом осле». Вообще осел — это животное, которым пользовались в мирное время, потому что лошадь использовалась для военного времени. И лошадей было не так много, а вот ослик был символом мира. И Спаситель, вступая в Иерусалим, восседает на осле, как на этом символе мира. Он несет высший благодатный мир в святой город Иерусалим. При этом это был именно молодой ослик, на которого еще никто не садился. И вот какой здесь смысл? Вообще, часто у многих людей ослик является таким, ну что ли, символом упрямства. И, как говорят святые отцы, вот этот ослик, он символизировал языческие народы, которые долгое время не хотели вообще принимать Бога. В язычестве не было веры в единого Бога. И они проявляли такое вот упрямство, в отличие от народа богоизбранного, который, конечно, часто бунтовал, но хранил веру в единого Бога. И, однако, Спаситель восседает именно на ослике, показывая, что языческие упрямые народы тоже примут Христа, и эти народы станут не языческими уже, а станут народами-богоносцами. Они будут нести в себе самого Христа, вот как произошло и с Россией. Итак, ученикам сказано привезти вот этого ослика. «Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, что делаете, зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. В данном случае ослик был нужен только для того, чтобы Спасителю вступить в Иерусалим. У Господа не было никакого имущества, не было, конечно же, никаких домашних животных. И когда они воспользовались вот этим осликом, то потом отпустили его, и согласно толкованию некоторых отцов он вернулся обратно к своему хозяину. «И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него». И вот Спаситель с горы Елеонской спускается, идет к городу Иерусалиму через Низину, через поток Кедрон. И он подходит к святым вратам, к золотым вратам, а дальше уже храм. «Многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне, благословенно грядущие во имя Господа, Царство Отца нашего Давида, Ассанна Вышних». Здесь именно царская встреча. Люди приветствуют Христа как царя и как освободителя. Они восклицают «Ассанна», что значит спасение, спасение свыше, от Бога. Именно Христос несет это спасение. «Благословен грядущий во имя Господне, благословенно Царство Отца нашего Давида, говорят они». Почему так? Потому что спаситель, согласно еще древним предсказаниям, он и родился из рода Давидова. И таким образом царство Давидова должно было воцариться с пришествием Христа. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью». Это было такое вот торжественное вступление в город Иерусалим, и он приходит в храм. Таким образом, храм Соломонов встречает своего мессию. Но служители храма, конечно же, оказались в стороне. Только простые люди по пути к храму Соломонову приветствовали Господа. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взолкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек, и слышали то ученики его». Вот не случайно это описывается сразу после посещения Иерусалима и храма Соломонова. Вот эта смоковница – это образ иудейского народа. Она покрыта листьями. Листья – это нечто внешнее. В иудейском народе хранилось внешнее благочестие, вроде бы соблюдали закон, исполняли какие-то правила, суеверно хранили день субботний и так далее, но плодов духовных не принесли, потому что не смогли понять Христа как духовного спасителя. И всегда ожидали лишь каких-то земных от Него благ и милости. Вот эта смоковница – это образ уже отвергаемого иудейского народа, потому что Спаситель говорит, «Никто да не вкушает от Тебя плода вовек». И теперь будет образован новый богоизбранный народ, то есть христианский, который призовется из всех народов земли. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из стола именовщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Вот Спаситель вновь приходит в храм и выгоняет продающих и покупающих, опрокидывает столы именовщиков, скамьи продающих голубей и так далее. Что здесь имеется в виду? Вот в храме Соломоновом отдельные помещения, вообще территории, отводились для обращенных из других народов. То есть одно дело – это те, кто родились в народе иудейском, а другое дело – это те язычники, которые уверовали в единого Бога, и они тоже приходили в храм Соломонов. И для них выделялась отдельная территория. И вот именно на этой территории, которая выделялась для обращенных язычников, устраивались вот эти вот столы именовщиков, шла торговля жертвенными животными. А почему надо было менять монеты? Потому что считалось, что деньги язычников других народов – это такие тоже оскверненные деньги, и нужно менять на свои иудейские деньги, за которые уже покупать жертвы и приобретать вот тех же голубей или каких-нибудь овечек, телят, приносимых в жертву. Ну и можно представить, насколько здесь было шумно. И суть-то в чем? Что таким образом оттесняли в сторону обратившихся уже к истинному Богу из язычников. Тогда, как еще пророк Исаия говорил, «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», то есть не только для иудейского, а для всех народов. А вы превратили храм в вертеп разбойников, потому что занимаетесь здесь корыстной торговлей, и на вот этом обмене валюты, на этой торговле вы наживаетесь. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Они были уже просто вот в ярости, что он так поступает. «Ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его». Но простой народ его поддерживал, поэтому фарисеи так вот открыто не могли схватить Господа. Они искали какой-то удобный момент. «Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Вот в этом проклятии и сушении смоковницы мы можем увидеть еще один важный смысл. Святые отцы указывают на него. Оказывается, Господь Иисус Христос, Он может не только исцелять и воскрешать, но Он может и наказывать. Он может лишать жизни, Он может подвергать наказанию, и Он не только спаситель и исцелитель, но Он и судья в том числе. И те, кто Его отвергают, в конце концов, они вот оказываются и сушенными, подобно этой смоковнице, и вне общения с Господом. Но сам Спаситель при вот этом восклицании апостола Петра, который всегда вот так вот очень ярко реагировал, говорит, смотри, Господи, засохла смоковница, которую ты проклял. Спаситель пытается еще здесь, еще один смысл донести до учеников. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, Горесий, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». То есть, когда вот вера настолько крепкая, то можно и спросить все, что угодно. Но самое главное, ведь Спаситель не для того пришел, чтобы сдвигать горы, в смысле менять ландшафт, поверхность земли, а Спаситель пришел для того, чтобы сдвинулись горы грехов человеческих. И христианство действительно стало сдвигать вот эти горы, когда казалось, что просто груды каких-то греховных злых дел, но через покаяние мы освобождаемся от всего этого. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». «И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Вот здесь два таких условия для молитвы христианской. Первое – это вера, то есть крепкая вера. И по вере человеческой Господь может подать все, что угодно. Иногда, правда, бывает так, что мы выпрашиваем чего-то земного, и Господь действительно это подает, а потом мы вынуждены молиться, чтобы Господь уже это обратно забрал, потому что выпросили себе не на пользу. Поэтому лучше все-таки говорить, Господи, Твоя воля да будет, а не всегда выпрашивать, потому что часто это исполняется, и потом оказывается, что мы по неразумию своему чего-то выпрашивали. Ну, а вот второе условие – это, конечно же, прощать своих ближних и вообще всех прощать, на кого мы что-то имеем. Иначе Господь нам не простит. Это такой, в общем-то, простой принцип, который предлагает Евангелие. Вот если ты хочешь, чтобы тебе грехи простились, то прости от сердца всем другим. А простить – это что значит? Что не копить обид, не иметь в себе мстительности, и даже в мыслях никаких, чтобы картин возмездия не было. Это значит с добром отнестись к тем, кто погрешил, потому что все мы немощны, все мы погрешаем. И пусть с нами поступили несправедливо, но эта несправедливость – воискупление наших грехов. Вот так вот правильно относиться к чужим грехам против нас. «Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники, и старейшины». То есть, наконец, они набрались силы подступить к нему и говорили ему, «Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Какую власть? А речь идет о том, что вот он опрокидывал столы миновщиков, выгонял продающих и покупающих. То есть, он это сделал ведь со властью, как имеющие на это право. И вот они спрашивают, «Кто тебе позволил это делать?» И Иисус сказал им в ответ. А Спаситель понимает, что здесь такая вот уловка, что он скажет, «Я вот сам, или вот никто мне не дал такой власти». За все это могли зацепиться книжники и старейшины храма. И Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они рассуждали между собою. «Если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему?» А сказать от человеков, боялись народа. Потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. То есть, если бы они сказали, что да, крещение Иоаннова с небес, то есть, Иоанн Креститель — посланник небесного Отца, то тогда слово Иоанна Крестителя о Христе истинно, потому что Иоанн Креститель указывал на Христа, как на Спасителя. Говорил, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». И, соответственно, из этого следует, что действительно Христос имеет право вот так поступать в храме Соломоновом, прогоняя вот этих вот продающих и покупающих. Ну и поскольку они боялись народа, то не могли отвергнуть Иоанна. И сказали в ответ Иисусу, «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ, «И я не скажу вам, какой властью это делаю». Вот эти вот книжники, они руководствовались лукавыми намерениями. И не было смысла им все объяснять, что-то растолковывать. Вот так и в нашей жизни, когда мы видим, что кто-то подходит с каким-то лукавым намерением, не нужно открывать пред ним все тайники своего сердца, говорить о сокровенном. Иногда просто лучше или перевести разговор на другую тему, или тоже как-то поставить его в тупик. Но в любом случае не метать бисера перед свиньями. И Спаситель нам показывает пример этого. И на этом мы заканчиваем рассматривать 11 главу Евангелия от Марка. А в следующий раз продолжим чтение. Храни вас Господь! До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова